МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой» ведущий Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях председатель миссионерского отдела Санкт-Петербургской митрополии протерей Георгий Иоффе. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте, Михаил! Прошу вас по традиции благословить наших телезрителей на начало. Господь благословит всякое доброе намерение всех нас. Спасибо, Господь! Спасибо, Господи, батюшка! Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема – это ложные представления о Боге и Церкви. Звоните к нам в студию по телефону 812-677-62-44. Задавайте ваши вопросы, пожалуйста. Батюшка, я знаю, что у вас не так давно в Святодуховском центре Александра Невской Лавры была встреча с молодежью, и тема была созвучна с нашей сегодняшней. Расскажите, пожалуйста, почему вы именно эту тему выбрали? Во-первых, о самих этих встречах в Святодуховском корпусе Александра Невской Лавры – это замечательное начинание, которое поддержал Владыка Назаревис, и совместно с миссионерским и апологетическим движением «Ставрос», которое действует по благословению священного началия и под эгидой миссионерского отдела. Мы открыли такой апологетический лекторий. Открытый, совершенно приглашаем всех туда. Там есть расписание, у меня нет его сейчас под рукой, но, в принципе, на сайте ставроскрест.ру там всегда анонсируются эти события. И приглашаем всех, там достаточно вместительный зал, почти 200 человек. И там проходят регулярные встречи такого миссионерского апологетического лектория. Мы затрагиваем там самые, может быть, актуальные, иногда очень острые проблемы современной церковной жизни, взаимодействия церкви и общества. В том числе и говорим, и, пожалуй, это основная тематика, о ложных представлениях, которые не имеют отношения к евангельской истине. Вот первая лекция была на тему «Почему христиане не верят в переселение души?» Да, вот достаточно общее место современного оккультного сознания. И в головах не очень церковных людей, которые даже рекомендуют себя православными, эти представления как-то имеют место быть. Еще с Высоцким впитываются. Да, да, да. Хотя там очень большая доля гротеска и юмора, да. Но вот почему мы не верим? И вот об этом была первая лекция. А вот вторая лекция цикла как раз была о ложных представлениях о Боге и церкви. Потому что именно вот эти ложные представления о Боге и церкви, они питают суеверие и могут увести человека в какие-то сектантские группировки. И часто вот лидеры тех или иных сект, они пользуются вот этими ложными представлениями для манипуляций людьми. Но и СМИ постоянно обостряют моменты негативные, которые связаны с церковной жизнью. С одной стороны, да. Есть так называемый черный пиар, который по законам жанра своего существует. С другой стороны, есть то, что в сектовидении называется оккультная среда. То есть такой огромный комплекс представлений, ложных мнений, таких древних суеверий или псевдонаучных басен, которые практически неуничтожим никак. Если там ослабевает интерес какой-то составляющей этого жанра, то другой всплывает на поверхность. То есть это вера в порчу, в взглаз. Если этого нет, то астрология, которая стала уже абсолютно общим местом, какие-нибудь околонаучные басни вроде НЛО или Детей Индиго или каких-то торсионных полей и прочее, прочее, прочее. Батюшко, а кто наиболее подвержен риску, так сказать, этих суеверий? И есть ли какая-то группа, которая совершенно защищена от этих суеверий? Я сразу скажу честно и откровенно. Такой группы абсолютно защищенной нет. Всякий из нас имеет какое-то свое слабое место, на котором и враг рода человеческого, и какой-нибудь искусный манипулятор может сыграть. И прежде всего, таким противоядием является евангельское благовестие. Благовестие и наше утверждение именно в церковных взглядах на жизнь, на Бога, на церковь, на самих себя. То есть, изучая нашу веру, мы будем все больше и больше трезвиться. Собственно, это и цель жизни христианской. Покаяния, трезвения – это синонимы. И, собственно, это и есть путь, обожение путь ко Христу. А наиболее подвержено риску? А наиболее подвержены риску люди, не утвержденные в вере. С одной стороны, это достаточно много. Их есть статистика относительно того, как люди себя рекомендуют относительно вероучения, относительно церкви. В разных регионах колеблется людей, рекомендующих себя православными, от 70 до 90 с лишним процентов от всего населения. Это достаточно много. В среднем, где-то примерно 80 процентов себя ассоциируют с православием. При этом, людей церковных, то есть, которые регулярно исповедуются, причащаются, постятся и как-то ведут такой церковный образ жизни, не так уж много. В разных регионах, опять же, это тоже статистика разная, но в среднем это порядка 5-7, иногда 15 процентов от тех, кто рекомендует себя православными. То есть, это немного. И даже среди этих людей, вот тех, кто старается не просто посещать храм, не просто участвовать в таинствах и обрядах церкви, а сознательно веровать их, конечно, еще меньше. Поэтому миссионерское поле Русской Православной Церкви, как раз оно имеет более направление на внутреннее миссионерство, на просвещение большей части нашего церковного народа. Тех, кто уже себя именует православными. Да. Батюшка, ну и хочется узнать, какие суеверия являются самыми, может быть, распространенными и страшными. Ну, видите, здесь суеверий-то очень много различных. Здесь мы поговорим о причинах этих суеверий. И, наверное, все-таки уместно было бы говорить о ложных представлениях о Боге и о Церкви, которые эти суеверия порождают и питают, и делают возможным и, конечно, крайне неприятным образом уклонение людей от евангельской истины. Прежде всего, наверное, стоит говорить о таком индифферентном, достаточно равнодушном, теплохладном слое даже тех, кто называет себя православными, которые Бога представляют, как некого такого персонажа из рисунков Жанна Эфеля. Помните такой французский каракторист? В советское время были альбомы такие популярные, где сотворение мира и человека, собственно, человека христианской культуры француза подавалось в таком иронично обличительном ключе, как некая басня такая. Вот этот персонаж с бородой, восседающий на облачке, и многими нашими современниками понимается как Бог. И такой вот образ, он не предполагает никакой личной ответственности человека и не предполагает нашего участия в общении с таким божеством. Божество ложное, естественно. И соответствующий образ церкви, который как раз навязывается черным пиаром современным, это такой, который, ну, можно его выразить таким образом, этнокультурного заповедника. Вот вы, говорят нам, воинствующие атеисты, там, за оградами храмов и монастырей можете шаманить там себе, но никаким образом не смеете вылезать оттуда, участвовать в общественной жизни, участвовать в образовании каким-то образом. И давать нравственные оценки законам или тем или иным общественным явлениям. Вот этот образ порождает именно такое представление о церкви, как о таком заповеднике. И что самое страшное, вот среди части церковного народа этот образ приживается, только это вот такое гетто этнокультурное понимается как запертое изнутри сообщество неких избранных, спасаемых, а весь остальной мир лежит возле, и пусть он себе погибает. Определенная атрибутика, одежда. Да, да, конечно. И даже внутренний язык, который такой псевдоцерковный, Благочестивый, да, внешний. Да, псевдо-благочестивый. И вот такой внешний дифферентизм большей части. Общество порождает и в том числе вот такую реакцию, обратную реакцию, такая псевдо-ультра-ортодоксия. Это вот такие, я употребил сейчас длинное, сложное слово, но это как бы самое православное такое сообщество, которое из себя должно исторгать все, по их мнению, нечистое, ложное. Да, и чаще всего в таких сообществах, которые, в общем, можно назвать псевдо-православными сектами, существуют некие лидеры. Некоторые секты, эти, кстати, определенным образом в лоднице церкви находятся в церковном общении. То есть они поминают и иерархию, но вот внутри себя, внутри этих сообществ имеют собственную идеологию, которая, конечно, отличается от точки зрения и соборной, которая выражается вот в решениях архиерейских соборов наших. Кстати, я рекомендую всем нашим зрителям обязательно найти, почитать решения архиерейских соборов последнего времени. Там удивительно интересные и познавательные, если так можно выразиться, а главное, четкие мнения церковного, соборного разума о тех или иных, в том числе, общественных явлениях, там, скажем, о суррогатном материнстве, ну и о других вопросах биоэтики, об отношении к документам тем или иным. Гражданскому браку. Да, гражданскому браку, да. Потому что вот такой неуверенностью и незнанием какого-то церковного, официального церковного мнения пользуются самого разного рода шарлатаны, я не побоюсь этого слова, и, что называется, манипулируют своими прихожанами и отвращают их от подлинно церковного понимания ситуации. Батюшка, ну вы вот сказали о таком карикатурном понимании Бога, но вот сейчас есть мода на духовные восточные вении, это в буддизм и прочее. Ну, скорее, это оккультизм такого псевдовосточного толка. И, кстати, достаточно много наших прихожан, которые выцерковлялись где-то на рубеже 80-х и 90-х годов, не отделяли тогда одно от другого, и очень многие увлекались экстрасенсорикой, йогой, какими-то астрологией или какими-то эзотерическими книжками. И потом они пришли в церковь и, возможно, даже покаялись вот в этих занятиях, но дело в том, что вот такой оккультный взгляд он оставляет тоже очень сильные раны на душе и корректировать взгляды людей после того, как они занимались достаточно долгое время эзотерикой или другими оккультными занятиями очень трудно. Но, скажем, вот в оккультных представлениях, вот начиная там от гностицизма или там уже более поздней теософии, антропософии, Бог — это некий такой безличный, абсолют, холодный, непричастный нашему миру или растворенный в нем. То есть здесь либо это вот такие гностические представления древние, либо каббалистические, либо пантеистические. И здесь получается, что общаться с таким абсолютом невозможно. Вот есть некая иерархия или там учителя, к которым нужно обращаться. И вот здесь, опять же, такой взгляд не предполагает даже наличие церкви. Потому что зачем какие-то человеческие сообщества? Вот мы помедитируем немножко там и соединимся с этим вселенским разумом или там с какими-то духовными иерархиями. Это такой путь прелести на самом деле, вот если уже с церковной точки зрения рассматривать. Батюшка, но многие святые говорили о том, что в корне любой прелести лежит гордыня. Вот как вы соотносите гордыню и заблуждение? То есть, когда мы скраиваем Бога по человеческим представлениям, образ Бога, конечно, Бога скрыть невозможно, а вот по человеческим представлениям можно создать ложного Бога, идола. Помните, вот самый конец первого послания апостола Иоанна Богослова? Дети, берегите себя от идолов. И вот эти идолы, это ложные Боги или ложные представления о Боге. И когда человек по своим меркам, по своим греховным понятиям или опыту по своему греховному такого идола создает, то он, конечно, в конце концов впадает в глубокую прелесть и может кардинально уклониться просто от пути евангельского. Отец Георгий, вот в индуизме, например, я тоже знаю, что есть масса практик, которые, в том числе чтение мантр, задача которых убедить человека в том, что он сам есть Бог. И вспоминается, соответственно, библейский текст о первом искушении, о том, что будете как Боги. Не к этому ли ведут все... Конечно, в конце концов враг рода человеческого и стремится человека снова и снова ставить вот в эту ситуацию, когда человек между служением и любовью к личности создателя и спасителя выбирает такой путь манипулятивный, путь магический. И вот это искушение магией, которое может выражаться, ну, например, в такой крайности, как обряда верия. Вот я совершаю все ритуалы как положено, и Бог мне обязан, потому что я делаю все правильно. Вот это, кстати, один из принципов такой неохаризматической теологии процветания. Вот потому что в Евангелии так написано, вот, и я в это верю, Бог мне обязан послать то, о чем я прошу. И в том числе вот такое ритуализированное обрядоверное православие тоже бывает, тоже случается, и мы его видим. Вот поставим свечку, закажем саркауст, даже, может быть, поучаствуем в таинствах, и тогда все будет так, как я хочу. И вот молитва тогда заканчивается у человека, не да будет воля Твоя, Господи, а да будет воля моя. И это, конечно, тоже путь прелести. Отец Георгий, но мы вот сейчас больше говорили о заблуждениях в области о Боге, а если говорить о заблуждении о церкви, что вы имеете в виду? Оно влечет за собой другое. Вот скажем, представление такое ритуализированное представление о Боге влечет и, соответственно, образ церкви как к такому магазину духовных услуг. То есть, если можно с Богом договориться, слово Бог я в данном контексте беру в кавычки, то, значит, и церковь должна быть вот таким супермаркетом, где вот можно реализовать вот эту сделку. И на этом тоже есть определенные спекуляции. И когда вот в советское время было такое выражение, относительно церкви, ну и вообще религии, что человек ходит там в какое-то религиозное сообщество, чтобы удовлетворять свои духовные потребности. Вот и для клириков, для священнослужителей могут быть тоже искушения, когда он считает себя таким удовлетворителем духовных потребностей, перестает перестает быть пастырем овец словесных, да, и становится вот таким же реческо-авгурским истуканом, который себя возвеличивает и превозносит над толпой. Да, это путь тоже очень опасный для священных церковных служителей. Батюшка, скажите, насколько незаметно и коварно может подкрасться заблуждение или прелесть? Я уже говорил о том, что у каждого человека есть слабые места, да, вот есть то, за что его можно поймать. И это происходит, конечно, незаметно. Происходит путем вот таких постоянных компромиссов с совестью. И здесь нам очень важно держаться такого царского пути, когда мы как в Патериках читаем, скажем, Ава Сысой, по-моему, из египетских пустынек говорил себе «Не верь себе, пока в гроб не ляжешь». Да, то есть нам нужно все время испытывать свои движения, своей души, все время контролировать, чтобы совесть наша не спала. И если мы почувствовали, что что-то не так, конечно, исповедовать это Господу и просить о помощи. Спасибо, батюшка. Отчего остерегаться вот тем людям, которые считают себя уже воцерковленными людьми, так сказать, находятся в русле церкви, в русле, может быть, годичного круга, да, это посты, еженедельно исповедуются, причащаются, но вот чего все-таки остерегаться и беречься особенно? Я понимаю ваш вопрос. На него нет, наверное, конкретных таких глобальных рецептов, но остерегаться иллюзий, подмен, которыми можно подменить церковную жизнь, то есть идеологии какой-то, когда идеология пытается подмять под себя Евангелие. Вот если мы видим или слышим что-либо, что идет в разрез со словами Спасителя, которые нам Священное Писание доносит, если мы видим какую-то манипуляцию, то значит нам нужно аккуратно отстраниться от этого и может быть не в прямую обличать, а как-то подумать и порассуждать о том, верно ли то, что мы слышим. как это соответствует, соотносится с нашей верой. И вот мы живем в информационном обществе, и которое к церкви настроено достаточно скептически. Я такой активный пользователь интернета и читаю много не только церковных информационных сайтов, но и таких внецерковных, которые о церкви пишут. Я вижу общий тон, который направлен на то, чтобы человека колеблющегося сбить с его движения в сторону церкви. Я вижу пропагандистские приемы, которые совершенно нечестные с точки зрения правды Божьей. Но они, к сожалению, используются, и эти технологии информационные, которые используются в миру. Батюшка, простите, вынужден вас прервать. У нас звонок есть из города Тамбова от Равы Божьего Владимира. Здравствуйте, Владимир, вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте, отец Георгий, здравствуйте, ведущий. Я бы хотел просто, я слышал ваше выражение, что вот приходят церковь и начинают просить о чем-то. Я уже, ну, достаточно, я уже на пенсии, я много прожил, я не сразу, конечно, к вере пришел, все это постепенно. Вот я в чем убедился, когда вот даже какие-то просьбы, вот именно выражаешь просьбу, то не всегда, наоборот, на человека это как-то положительно влияет. А вот когда за все, что бы ни происходило, начинаешь благодарить Господа, то тогда как-то себя увереннее чувствуешь и какие-то все-таки вот чувствуешь, что к тебе что-то как-то лучше некоторые дела решать, некоторые проблемы. Спасибо. Владимир, замечательно сказали, но это не значит, что мы не должны просить. Господь сам учит нас просить и дастся вам, ищите, обрящите, толците и отверзится вам. То есть просьбы не отменяются, или там где двое или трое согласятся просить во имя мое, там и я посреди их. Господь дает нам возможности просить. Вот Владимир затронул тему об образе молитвы. Прошение это первый образ молитвы, совершенно очевидный, потому что все мы нуждаемся, и вот это наша нищета перед Богом и вменяется нам в блаженство, так как Господь говорит, блаженны нищие духом. Вот мы просим, потому что мы понимаем, что все Господь нам дает. Второй образ молитвы это благодарение. Благодарение и это, конечно, более высокий образ молитвы, потому что мы принимаем все, что Господь нам посылает и благодарим за то, что Господь нам послал горе, радость. И вот это выражение, с которым почил святитель Иоанн Златоуст, слава Богу за все, это, конечно, одна из самых высоких форм молитвы. Есть еще более высокий образ молитвы, так называемое славословие, это вот по святоотеческим рассуждениям, когда мы уже даже благодарить перестаем просто словословие Бога, это уже образ ангельской молитвы, как мы читаем у пророков, видевших ангелов пред престолом Божиим и возглашавших свят, 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 Господь Бог Славов. Спасибо, отец Георгий, за ответ. Возвращаясь к теме, мы говорили о Священном Писании, о том, что его чтение очень важно для здорового духовного образа жизни, но часто те или иные цитаты, вырванные из контекста, используются лжепроповедниками для того, чтобы уклонить от церкви, где искать авторитет и кому доверять. Вот, спасибо, Михаил, что вы затронули эту тему. В церкви есть иерархия авторитетов. Прежде всего, это само Священное Писание, потому что это богудухновенные тексты, которые церковь для нас сохранила. И церковь, собственно, и имеет право их толковать. Вот, по выражению одного из богословов, я сейчас не вспомню имени, что все святоотические комментарии, все святоотические сочинения, это комментарии к Священному Писанию. На втором месте по авторитетности идут богослужебные тексты, литургические тексты церкви. Потому что Писание составлялось достаточно долго, и канон Священного Писания, как мы знаем, он в том виде, в котором мы знаем его, был окончательно утвержден где-то в начале VI века. Потому что были долгие споры о послании к евреям, о книге Откровения, ну, то есть историю создания канона тоже весьма интересны поучительно читать. Но вот литургия была еще до того, как были написаны Евангелия и послания. В книге Деяний мы видим свидетельство о том, что вот это хлебопреломление, это прообраз современной литургии, собственно, та же самая современная литургия, только может быть не настолько торжественная, она совершалась в апостольские времена, и литургия в церкви была всегда. Потом она стала соединяться с другими службами, и вот тексты литургические, они очень серьезно догматически выверены, то есть они соотнесены со всей догматикой церковной, и поэтому вот литургические тексты самих литургий и Иоанна Златоустава, и Василия Великого, и апостола Иакова, и других литургий, они в сочетании там с книгой Актоиха, с праздничными именеями, это вот тоже очень авторитетные для нас тексты. Затем, конечно, следующий по значимости это решение церковных соборов, прежде всего, конечно, вселенских, касающихся догматики, касающихся какого-то исповедания веры, вот эти вероопределения для нас, конечно, тоже обозначают для нас границы православия, троечность Бога, триединство Бога, Богочеловечество Иисуса Христа, и остальные все догматические определения, связанные вот с теми или иными вызовами, которые перед церковью ставила история. святодические сочинения, и здесь надо сказать, что не у всех отцов есть консенсус, то есть общее мнение по одному и тому же вопросу. это называется по-латыни консенсус патрум, согласие отцов. Вот не по всем вопросам, но, скажем, по вопросу о спасении некрещенных младенцев. Вот нет общего мнения. Вопросы посмертного существования души тоже они не рассматриваются почти у отцов и не догматизированы они никаким образом. Ну и еще ряд вопросов, которые тоже не рассмотрены или оставлены в разноголосице. В том числе несколько мнений относительно священного писания. Разные толкования священного писания. Поэтому здесь есть то пространство разномыслия, о котором писал апостол Павел в первом послании корейственном «Должны быть разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные». То есть вопрос толкования священного писания это конечно серьезнейшая область и где мы должны все-таки читать и там такие замечательные толкования как Иоанна Златоустова, Фефилакта Болгарского и иных святых отцов которые мы можем и должны изучать. Есть дальше мнение уже современных исследователей и библеистика продвинулась за последние две сотни лет очень далеко и в том числе библейской археологии, библейской текстологии вот они дают нам очень интересные и порой неожиданные ракурсы толкования в священном писании и есть замечательные современные исследователи такие как отец Януарий Ивлеев и другие исследователи священного писания у которых я учился в свое время в духовных школах и многие из нас священнослужителей и вот они тоже доступны они тоже крайне интересны и выпущенные диски на радиостанции Град Петров и есть аудиоверсии которые можно скачать в интернете есть распечатанные какие-то толкования то есть сейчас информационные технологии с одной стороны они конечно нас могут подавить с обилием таким и самой разнообразной информацией но если мы целенаправленно ищем и интересуемся вот этими вопросами то мы всегда их можем найти в доступном пространстве интернета например спасибо батюшка у нас звонок есть из Краснодара от раба Божьего Сергия здравствуйте Сергий вы в эфире мы вас слушаем здравствуйте раба Божий Сергий вот у меня такой вопрос новый завет дело в том что откровение на богослово не изучается сейчас в церкви но ведь это очень важно ведь человек сам не может его как бы читать и правильно воспринимать тем более как бы простые христиане спасибо спасибо уважаемый Сергий я вынужден с вами немного не согласиться есть святоотеческое толкование святого Андрея неокисарийского толкование на апокалипсис есть современные из них я знаю четыре вот изданных в последние десятилетия во-первых по дате выхода во-первых толкование протерея Александра Меня затем толкование протерея Геннадия Фаста толкование протерея Олега Стеняева последние по времени и замечательное толкование Архимандрита Януаря Ивлеева вот на мой взгляд это толкование самое адекватное вот современным по современному состоянию библейской науки вот оно доступно и опубликовано на сайте который я тоже всем нашим уважаемым зрителям рекомендую сайт называется Азбука Веры и там есть личный сайт Отца Януаря и в том числе там есть и толкование на апокалипсис Отец Георгий а почему на книге Откровения строят свои заблуждения очень многие около церковные такие сектанты Дело в том что книга Откровения это книга пророческая единственная пророческая книга в Новом Завете вот так и целиком пророческая книга она говорит очень прикровенным символическим языком который требует внятного и тщательного истолкования поэтому вот это область которую крайне трудно и людям не очень сведущим в библейской науке вот затрагивать образы апокалипсиса они были вполне понятны людям конца первого века когда апостол Иоанн эту книгу писал и совершенно непонятны в нашем культурно-историческом бытии поэтому требует очень тщательного внятного и аккуратного истолкования поэтому вот спекулировать на тех или иных непонятных да прикровенных апокалиптических образах действительно вот ряд недобросовестных людей этим занимается спасибо батюшка у нас снова звонок теперь из Московской области здравствуйте вы в эфире мы вас слушаем да да здравствуйте мы вас слышим здравствуйте да пожалуйста вы в эфире не обращайте внимания на телевизор надежа из Московской области слушаем вас надежда здравствуйте здравствуйте говорите пожалуйста дорогие телезрители когда Когда вы звоните к нам, пожалуйста, не обращайте внимания на телевизор, потому что в трубке вы нас слышите на несколько секунд раньше, чем видите. Спасибо. К сожалению, да, технически. Ну, я думаю, что перезвонят. Да, либо нам передадут суть вопроса. Батюшка, можно поподробнее у вас узнать о том, что такое прелесть? И, может быть, какие-то случаи из святоотеческой жизни? По-моему, самым таким тщательным исследователем этого явления был святитель Игнатий Брянчанинов. И у него есть целое рассуждение на эту тему. И я рекомендую, конечно, нашим уважаемым зрителям почитать именно его труды. Ну, а по сути вопроса прелесть – это филология. «Превосходная степень лжи». Лесть по-славянски – ложь, и ложь в превосходной степени. Это состояние такого тонкого заблуждения, когда человек считает себя непогрешимым и свое мнение исходящим непосредственно от Бога. И, конечно, это происходит не мгновенно, а путем определенных упражнений самообмания или манипуляции внешней. И тогда человек находится в очень тяжелом состоянии, его крайне трудно оттуда вывести. И это чревато, кстати, и душевными расстройствами, и психиатрией. Спасибо. Звонок у нас из Астрахани, от рабы Божьей Ирины. Здравствуйте, Ирина, вы в эфире, мы вас слушаем. Добрый вечер, батюшка, ведущий. Здравствуйте. У нас такой вопрос, батюшка. Я читаю псалтыри, она мне очень нравится. Ну, вот, естественно, читаешь и читаешь сразу толкование. У меня есть толкование Фанасия Великого. Но у него язык такой, так написан, что, ну, не всегда иногда понятен. И иногда трудно какие-то вот определенные строки понять. Может быть, батюшка посоветует какие-то другие толкования? Спасибо. Спасибо, Ирина, за ваш вопрос. Есть толкование псалтири, весьма известное в церкви, например, Ефимия Зигабина. И есть ряд святоотеческих комментариев. Вот у меня прекрасное есть издание, афонское издание, псалтири, где вот целый ряд толкований на каждый стих. Но вот, чтобы изучать псалтирь, кроме того, что это дивная совершенно книга человеческого обращения к Богу из самых разных ситуаций, из самых разных обстоятельств, это поэтический сборник молитв на всякую потребу, что называется. И, собственно, все церковные чинопоследования, они основаны на псалтире. Я рекомендую вот такой очень интересный способ чтения псалтири. Кроме молитвенного. Вот это подчеркну. Во-первых, вот если мы хотим изучать, мы должны прочитать и перевод. Перевод на современный русский язык. Может быть, это синодальный перевод, а может быть, какие-то новые переводы. Потом почитать какие-то комментарии. Возможно, не один комментарий. И вот сделать какие-то выводы. Есть и исследование современных библеистов. Очень интересно. Есть поэтический перевод Аверенцева. Псалтири замечательный, на мой взгляд. И есть комментарии, в том числе современных наших авторов, которые тоже очень многое нам прояснят. Потому что вот язык образов, это язык вот этой семитической поэзии конца первого тысячелетия до Рождества Христова. Как нам ее разуметь? Нам нужно, конечно, кроме молитвенного состояния, который нас псалтирь рождает. Потому что это очень правильно настроенный камертон. Церковь считает псалтирь жемчужиной священного писания. И использует самым разным образом. И даже по псалтире учили детей грамоте. Именно псалтирь на Руси всегда. Спасибо, батюшка. Хотелось бы задать вопрос, который мы не услышали от телезрительницы, но нам его передали. Вопрос был о издании священного писания Гедеоновых братьев, которое раздается по улице в мягком переплете. Можно ли его читать? И что там за текст? Да, текст самый обычный. Гедеоновые братья – это такое межконфессиональное протестантское движение, которое ставит своей целью распространение священного писания. Это не секта. Это вот такое определенное библистическое движение. Оно в целом можно приветствовать только. Но вот единственное, что вот те издания священного писания, которые распространяют Гедеоновые братья, это немного усеченная библия, протестантская библия. Там нет неканонических книг, которые… Это если говорить о полном издании библии. Да, да. А так, в принципе, текст – это синодальный перевод, и поэтому вполне можно пользоваться именно этими изданиями и с благодарностью их принимать. Спасибо, батюшка. Отец Георгий, вы председатель миссионерского отдела, и исторически так сложилось, что это отдел, который занимается больше борьбой с сектантами и проповедью внутри церкви. Как вы считаете, насколько много ресурсов человеческих необходимо для того, чтобы эта работа велась наиболее продуктивно? Вот святейший патриарх не раз, по-моему, говорил о том, чтобы делалось Божье дело, кроме благословения, нужны три компонента таких очень существенных. Люди, идеи и средства. Вот идей очень много, людей, как всегда, не хватает, средств тоже. Поэтому мы рады любой помощи на миссионерское служение. Это не просто жертвовать, потому что нет никаких видимых результатов. Миссионерская работа – это всегда работа на перспективу. Это вложение в поколение, которое только-только сейчас может воспринять Божие Слово. Ну и прежде всего, это, конечно, даже не материальные ресурсы. Нам очень нужны люди, которые бы хотели заниматься миссией. Профессионально и сознательно. Вот этого, к сожалению, нам очень-очень не хватает. Батюшка, ну вот мое мнение таково, что для того, чтобы заниматься миссией, необходимо хорошее духовное образование. Но если мы посмотрим на протестантов и на сектантов, то часто это люди совершенно без образования, но при этом они активно трудятся в такой своей внутренней миссии. Как раз вот миссия сектантов направлена вне их организации. И нельзя сказать, что они совсем без образования, если говорить о протестантах. У них есть библейские школы, у них есть даже семинарии, и достаточно приличные теологические отделения. Если мы говорим о сектантах, то есть о неопротестантских или псевдобиблейских каких-то сектах, то там, конечно, нет образования. Есть натаскивание миссионеров на определенные ситуационные положения и на определенный способ диалога. То есть людей просто натаскивают на вопросы и ответы по той или иной теме. Просто мы неплохо знакомы, скажем, с методикой свидетелей Иеговы и в том числе с методиками неопротестантских сект. Это именно натаскивание, это не образование. То есть я не раз вступал в диалоги на улице со свидетелями Иеговы, и я вижу, что они очень плохо знают священное писание. Они знают его надерганно именно в том ракурсе, в котором их руководители натаскали на это дело. Спасибо, батюшка. Ну и, конечно же, хочется от вас услышать определенный идеал веры, то есть вот заключительный этап и результат миссии. Миссия может пониматься по-разному. На мой взгляд, это не просто механическое увеличение количества храмов и их посетителей. Хотя это тоже, это следствие скорее уже. Но прежде всего увеличение доли в обществе людей, которые сознательно и тщательно свою веру изучают и ей следуют в жизни. Вот когда нет никаких суеверных, идеологических или меркантильных иллюзий, потому что эти иллюзии, они путь по преданию человеческому, как пишет апостол Павел в послании Колосиным, по стихиям мира, а не по Христу, а значит против Христа. Вот когда больше будет людей сознательно верующих, сознательно принимающих ту полноту откровения евангельского, которая в церкви всегда была и всегда будет, вот тогда мы будем говорить, что наш труд не бесполезен, и что мы сделали то, что могли и то, что хотели. Батюшка, а если говорить о нравственном примере? Нравственный пример лично, безусловно. Потому что что такое нравственность? Это прикладная вера. Мы живем так, потому что мы так верим. Чтобы не было у христиан двойных стандартов, чтобы мы в церкви исповедовали одно, выходя за порог храма, не включались в стихии мира всего. И это очень важно, чтобы наша жизнь соответствовала нашей вере, и тогда она будет действительно нравственной. потому что тот евангельский идеал, он задает весьма высокую планку. И нам очень нужно ей пытаться соответствовать, насколько мы можем. Спасибо большое, батюшка. Буквально несколько минут у нас осталось эфира, и хочется попросить вас обратиться к телезрителям, может быть, с призывом по развитию вашего отдела. Ну, прежде всего, конечно, я могу говорить в рамках Санкт-Петербургской митрополии. У нас неплохо поставлена миссионерская работа в епархии, в митрополии. Есть такие горящие духом и делом люди замечательные, которые с нами сотрудничают. Я призываю всех, конечно, к церковному образованию, к участию в таких просветительских церковных программах. Молодое поколение, да и тех, кто владеет информационными технологиями, ходить на вот такие замечательные христианские ресурсы, на православие, РУ, Азбука Веры. Ну, есть ряд целых, цельных таких христианских порталов, где можно информативно очень многое найти для себя. Я призываю заниматься самообразованием. Ну, и обязательно, обязательно читать Священное Писание, потому что это тот Божий свет, который через Слово проникает в нашу жизнь и пытаться вот этому идеалу, евангельскому идеалу соответствовать. Спасибо большое, Отец Георгий. Очень приятно было с Вами сегодня общаться. Спасибо, Господь. Божие благословения, мир, милость и радость от Господа нашего Иисуса Христа да пребудет со всеми нами. Спасибо, Господи, Батюшка. Дорогие друзья, я напомню Вам, что с нами сегодня в студии был председатель миссионерского отдела Санкт-Петербургской епархии Патерей Георгий Иоффе. Ведущий Михаил Кудрявцев. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»